Привет, друзья, с вами Хернекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Астронер. Я единственное, что успел, собственно, сделать, это поднастроить всё-таки, как я и планировал, нашу плавильню. Она, правда, ещё не подключена, точнее, центрифуги. Вот теперь они подключены, и в целом они теперь могут работать стабильно, если нам нужно переработать какой-нибудь ресурс. В целом, это самое мелкое, что я успел сделать. Вообще, времени было немного, но я попытался как мог. Ну, короче, что я напытался? Я надобывал огромное количество исследовательских материалов, как у нас, так и на Новусе, так и здесь ещё насобирал на машинке. Ну, в общем, пока есть, что исследовать. Да у нас и очков достаточно, на самом деле. У нас 30 тысяч уже очков, пока я бегал туда-сюда. Это очень и очень хорошо, потому что затраты у нас сейчас по очкам будут дикие. Я что нашёл, точнее, вспомнил о существовании такого объекта под названием Передвижной генератор кислорода. И если я не ошибаюсь, это даст нам возможность бесконечно дышать, но я не уверен, как он будет работать и как он будет себя показывать. Ну, естественно, это не наша основная цель. Наша основная цель это о великий РТХ. РТХ ты где? Так, РТГшечка у нас есть. РТГшечку мы, естественно, изучаем. Это наша основная цель, потому что с помощью РТГшки можно получить бесконечный, пусть и слабый, источник энергии. А это, что ни на есть, бомба. Просто сказка. Что нам нужно? Нам для наноуглеродных сплавов не хватает одного элемента. В нашем случае этот элемент является... Газ. Газ ли... Гелий. Гелий, гелий, если я не забыл. Гелий же. Сейчас мы проверим. Так, наноуглеродный сплав. Да, он требует гелий. Соответственно, что мы должны сделать? Мы должны сделать заготовку, которая поможет нам произвести на планете Артракс, если не ошибаюсь. Которая является самой ядовитой противной планетой. Это Атракс. Да, нам нужно сделать заготовку, которая даст нам возможность получать там достаточное количество газа. В чем фишка? Так как топливо у нас, в принципе, есть, я на него не жалуюсь. Соответственно, моя идея такая. Мы залетим туда, заберем немножечко буквально газа. Одну ячейку, если повезет. И текаем оттуда. Потому что там делать больше нечего, пока мы не сделаем ретек. Там нет способов нормального получения энергии. Не считая установки генераторов и так далее. Поэтому с этим возиться смысл... Ой, бляха, здесь еще материал есть. Смысла особо, в общем, с этим возиться нет. Это, кстати, я тоже потом переделаю. Здесь имеет смысл выставить вот те панели. Только две огромные. И тогда мы сможем поставить шесть исследовательских и к ним еще присобачить кучу акумов. Мне кажется, это будет просто песня. А, я еще хотел изучить одну вещь. Где-то она у нас была среди складов. Короче, есть вот эти огромные склады, которые занимают четыре. По идее, такой и нужно будет поставить. На нем можно будет вывесить хервую тучу аккумуляторов. И, соответственно, не переживать за то, что энергия резко закончится именно в исследовательской. Но, был еще вариант складских этих помещений, размещений. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот. Вот такой малютка. По идее, он занимает два слота. Но при этом, если правильно я посчитал, если, то он дает 24 слота за два слота установленных. А это, извините меня, ого-го. Это очень ого-го. Поэтому его мы тоже изучим. Но он требует титан. Давайте одну скрафтим, чтобы я был спокоен. Чтобы я был спокоен. Убедимся, что это работает так, как я думаю, в будущем мы сможем это использовать. Так, титан, выплюнь. Я понимаю, что титана у нас уже не так много, как хотелось бы. Его было гораздо больше. Но, опять же, если мы сделаем все склады, все эти штукенцы, и сможем их потом еще и правильно использовать, то мы будем исключительно кайфовать. Походу, там реально 24. Так, пока закрой. Что, остановились? Ребятки, ворк-ворк. Я, конечно, понимаю, что пофилонить это святое. Но очки у нас сейчас будут летать только так, поэтому будьте добры. Поднапрягитесь. Спасибо большое. Так, дорогуша, покажись. Да, получается у нас по 12 с каждой стороны. Я не знаю, зачем вот этот пустой пробельчик. Похоже на лесенку, якобы. Мы, возможно, в будущем сможем по ним лазить. Но сейчас я вряд ли думаю, что это работает. Ну, короче, в чем профит? Вот, допустим, у нас стоит вот такая вот установка. На ней стоят 3 исследовательские машины. И мы можем 2 такие штуки поставить. Хотя, стоп, здесь это нахер не надо. Я только сейчас понял. Здесь нам нужны как раз вот эти здоровые. На здоровые мы сможем установить 12 аккумуляторов. То есть вот такая же штука становится сюда. На ней 12 аккумуляторов. И, собственно, исследовательская будет работать почти что бесконечно. Почти что. Если все аккумы зарядятся, конечно же. Так, а здесь у нас вот простой пример. Допустим, та же шляпа. Нам давала 8 слотов. Теперь она нам дает 24 слота. Разница чувствуется? Мне кажется, колоссальная чувствуется разница. Я бы даже сказал громезная. 24 слота. Я, правда, не знаю, где это может пригодиться на самом деле. Вот здесь можно задействовать, кстати. Но это скорее пригодится именно для того, чтобы пофиг было на то, видим мы ресурс или нет. То есть здесь нам важно, чтобы было видно, какой ресурс. Хотя здесь, кстати, не важно. Подождите. Здесь как раз две вот такие башни можно влепить. И роботу передавать все, что надо. Но, опять же, это нужно переадаптировать все склады. То есть у нас все склады сейчас заточены на вот эти маленькие места хранения. То есть я привык, что у нас на машине... Бля, это же на машину можно теперь хреновую тучу перевозить. Ёпперес, это, матерь божья. И так же работает же с кораблем, да? А ну-ка сейчас проверим. Сейчас просто проверим. Это, конечно, не становится более выгодным, чем контейнеры. Но, тем не менее... Да, да, слушайте. Вообще без проблем. Абсолютно без проблем. Я точно найду им применение. Я вас уверяю. Я вас уверяю, что им применение будет найдено. Пока не до конца ясно. Это подходит как раз для промежуточных ресурсов. Промежуточного попадания ресурсов. То есть мы однозначно найдем, куда его пихнуть. Но штука 100% полезная. Например, с той же плавильни, кстати, чтобы не возиться с контейнерами лишний раз. С основными складскими. Можно, допустим, выставить сюда хреновую тучу ресурса. Переплавить его. И уже переплавленный поставить туда. И бот его сам распихает по нужным контейнерам. Это как вариант самый простенький. Но в целом вы поняли. Эта штука имеет будущее. Ей точно будем пользоваться. Так, хорошо. Что нам нужно? Нам нужен атмосферный конденсатор. Возможно, мы, кстати, свой сейчас возьмем, чтобы не тратить много времени. Конденсатор, иди сюда. Мы возьмем свой конденсатор. Для него нужно что только сделать? Панельку. Панельку мы просто сейчас запакуем, скорее всего. Тебе сколько места надо вообще? Два? Четыре? Не имеет значения. Так, это пока пусть лежит здесь. У нас очень много мусора скоро появится. Нам точно нужен будет утилизатор. Так, с этим разобрались. Нам нужна панель. Панель у нас есть. Так, а как вот нам подключено? Я не помню. Ай, в принципе, значения не имеет. Или имеет. Не, по-моему, не имеет. Так, сейчас уберись отсюда. Так, есть. И все осталось подключено, да? Замечательно. Так, ты, дорогуша, иди сюда. Где мой весь графит? А у меня есть с собой, по-моему. Ой, у меня здесь еще исследовательские есть. Это я по планете, понимаете ли, ездил. Вскрывал всякие кейсики. Пытался обогатиться. В принципе, это у меня получилось, но не то чтобы фонтан. Так, забирай. По газу. Может сделать. Кстати, у нас есть ресурсы для того, чтобы сделать этот. Стоп, блях, это же будет здоровый, по-моему. Или нет? Так, ты не туда установился. Ох. Так, он средний, нормально. Нам нужно сделать, наверное, сразу же... Панель есть. Этот есть. Генератор я, наверное, просто чистый генератор возьму с этим. Нам чуть-чуть добыть нужно. Нам не надо там пыхтеть сидеть. Поэтому с этим мы тоже заморачиваться не будем. Генератор есть. Подключим, поставим. И для того, чтобы вынести, я, наверное, сделаю все-таки контейнер. Что он там требовал у нас? Газовый контейнер. Стоим бы. Мощность Бур-1. Принтер. Генератор гислорода. Контейнер ресурсы. Почва газа. Точно, силикон. Твою же мать. Так, силикон, что ты от нас хочешь? Смола, кварц, метан. А, так проблема в метане была, да? Смола и кварц у нас имеются. Спрячься назад и... Смола вот здесь. Спрячься назад. И метанчик, метанчик. Это, по-моему, зеленый который, который мы в контейнер пихнули, да? Да. Давай замену. На выпуск. Тихо. Остановись. Одумайся. Так, есть. Сделай штучку. Это можем вернуть на базу. В принципе, метан лучше забрать назад, конечно. Лучше бы... Что, опять изучили? Да как вы успеваете, алё? Давайте вот эти фентифлюхи поставим. Сколько ты дашь? Косарь 300. Я на одной из планет нашёл, кстати, в контейнере, который энергия открывался. Нашёл в том контейнере на почти 5000. Огромный исследовательский материал. Что меня, конечно же, порадовало, но... Их там не так уж и много, чтобы постоянно им радоваться. Так, засасывай. Всё, газ вернулся. Дорогуша, рожай. А, стекло мне дай. Спасибо большое. Так, газовый контейнер у нас есть, поэтому мы поставим с одной стороны генератор, со второй стороны газовый контейнер, и туда он будет, собственно, всё складировать. Наша задача теперь просто взять с собой углеродов, весь инвентарь, и не мучить, так сказать, жепу. Так, это забирай. 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 Я, наверное, даже эту штуку оставлю там на месте. Эх, перестань. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я думаю, этого хватит. Нам, по сути, совсем шушует, надо добыть. Так, контейнер есть. Что мы там ещё можем выудить? Давайте сейчас глянем быстренько стату планеты. По идее, там будет гадко, мерзко. Ну, вы понимаете, да? Всё по традиции. Да твою мать. Всё по традиции, поэтому точно мы там сможем выудить люли. Но мне бы этого не хотелось. Так, гели, азот, метан, сера. Сера мне неизвестно. Я ни в одном рецепте не нашёл серу. Чё за херня? Основных и второстепенных ресурсов нет. Сложность очень тяжёлая. Скорее всего, мы ощутим действительно сложность, но нам как-то пофиг. Нам всё это установить, просто поставить, поставить там пару минут, покуковать, чтобы оно всё произвелось и всё. Так, этот есть. Площадка устанавливаем на неё раз, устанавливаем на неё два, устанавливаем на неё три. И в целом оно должно пыхтеть. Полетели. Так, газ есть, точнее, гидрозинчик. Гидрозинчик есть, этот есть. Может, мы что-то оттуда ещё и вытянем, я не знаю. Сейчас будет вторно, если мы там не сможем приземлиться. Ух, ага, сейчас как пойдём? А потом не пошли. И всё, будет немножко обидно. Так, давай, мы там ни разу ещё не были. Мы ещё на нескольких, кстати, планетах тоже не были. Надо бы это менять. Так, Атракс, здравствуйте. Примите меня, пожалуйста. Да, газовая планетка. Гаденькая, гаденькая. Так, а что у нас по расположению по отношению к солнышку? Тут скорее беда в том, что звезда просто не пробивается сквозь загазированную атмосферу. Лучи, соответственно, поэтому энергия здесь будет плачевна. Ну ладно, где точка высадки хотя бы одна? Э? Я видел там телепорт? Вообще было бы хорошо, чтобы точка была потеряна, но я не вижу ни одной точки, подойдите. О, вон, она там появилась. Вторую вижу там за горизонтом. А? Сейчас, погодите. Вот в чем проблема, видимо. Вот именно вот в этих газовых огромных облачках. Слушайте, я точки высадки не вижу из-за них. Это ненормально. Абсолютно. Походу придется садиться куда-нибудь, лишь бы сесть. Или нет? Но телепорт я точно... А вон есть телепорт. Нет, это не телепорт. Ладно, садимся здесь, пофиг. Было бы отлично кварц найти, чтобы маячок поставить. Или мы все с собой унесем. Как вариант. Лол, я таки сел возле этого прям. Ладно, оставим здесь маячок. Так, садись. Сейчас будем исследование провести. Ой, еще и соединение рядом. Вообще хорошо. Так, ну пока мы не умираем просто стоя. Это уже хорошо. Так, распаковывай. Держи друга раз. Держи два. Держи три. Так, тебя просто надо на всос включить. На всос ты уже автоматом включен. Так, поиск нас интересует... Гелий. Ох, блях, он очень долго добываться будет. Надеюсь, нам силы этого генератора хватит, чтобы мы хотя бы одну единицу добыли. Ну, точнее, один контейнер. Потом мы уже сюда просто с ретегом придем. Так, ладно. Давайте заберем соединение. Я вот где просчитался. Да-да-да-да-да-да-да. На собаку он очень долго добывать будет. Давайте я пока сделаю так. Жаль, что контейнер нельзя просто сюда присобачить. И не мучить жопу. Так, ладно. С этим ясно. Давай мне соединение. Сейчас мы посмотрим, что здесь за исследовательские материалы. Может здесь топовые материалы из-за высокой сложности. Но это не точно. Так, дорогуша, склепай вот эту штучку. В любом случае, нужно проложить маршрут в сторону телепорта. Я думаю, что это нам пригодится. Слушайте, почти целый блок. Углерода переработана. Эта собака даже одну не выпернула. Единицу метана. У этого гелия. Но это проблемка, да. Это нужно понимать. Это реально проблемка. Окей. Двигаем дальше. Так, тут должна быть агрессивная среда повсюду. Так что готовимся к люлям заранее. Твою мать, боже ж ты мой. Я чуть не обосрался. Ты чё делаешь, цветок сраный? Ёпарный театр. Так и родить можно, бляха. Я думал встретить довольно привычные к нам эти негативные организмы. Но здесь что-то пошло не по плану. Так, ещё соединение. Всё закончилось, понял. И органику, и всё на свете мне сразу пихают. Мне столько не надо. Так, есть, прячь. Так, вот ещё одно негативное, неприятное растение. Так, здесь проходик есть. Здесь всё хорошо. Так, растеница умри. Здесь отвратительнейший рельеф. О, кстати, сейчас проверим, что с него. Образец для исследования. 32. Ну, пока не выше нормы, по идее. Пока не выше нормы. Там посмотрим. Тогда ещё одну штучку. Спасибо, пригодится. Пока ничего страшного не вижу. Но, думаю, вижу. Сейчас надо вот возле обрывов походить. Мне бы вообще просто кварц одну штучку найти. Да, я здесь просто по АФКшу постую. Чё мне бегать, как в сратому? О, я вижу ветрогенератор. И, естественно, растения. Здрасте. Чё-то их слишком много на этих полянках. Нет? И они пытаются скрыться. Чтоб я их не спалил. Умирай. Умирай. Не хочу с тобой общаться. Очень странные растения. Похожи на какие-то светильники. А у вас снизу что-то есть? А, не чисто, как понял. Я думал, у них хотя бы исследовательские материалы на днище есть. Е-е-е-е! Две единицы появилось! Нифига себе! Нифига себе! Я зря брал контейнер. Это прям очевидно, да? Так, соединение ещё здесь. Погнали в эту сторону пока. Тут прям разбросанные... А, нет, это прям столик. Там просто генератор, по-моему, стоял просто на полу. Так, цветочек. Фух. Вот эти ещё тоже есть странные растения. Огромные провалы в рельефе. Огромезные просто. Но ничего сверх страшного на самом деле. Да, немножко стрёмненько. Ой, там есть шарик. Которым нужно играться. Ничего сверх страшного пока не вижу. Я думаю, что если побегать здесь минут 20, то ко всем растениям можно привыкнуть. И бегать гораздо спокойнее обычного. Так, что у нас здесь? Энерго ячейка. Окей. Так, там ещё один огромный цветок. Исследовательский материал. Ещё один цветок. Что-то мне подскажет, что кварц я здесь не найду. Но я могу забыть расположение самой точки. И это плохо закончится. Естественно, я не буду тут разворачивать центрифугу пока что. Ну его нахер. Оно того не стоит. Я могу единственное, что в пещерку сейчас зарыться. Если прям совсем понадобится. Так, сделаю ещё одну. Можно урыться в пещерку. Не, ну вы это видите? Говно какое, а? Спрятался он, понимаешь ли. Так, чё там с газиком? Уже три штуки есть. Нормально, давай, пыхти, пыхти. Я пока залью немножко. Мя, ладно. Окей. Давайте, наверное, вот здесь и начнём рыть тогда. Сразу же нашёл соединение. Это хорошая новость. Блях, а главное, чтобы не слишком резкий спуск был, чтобы мы потом вылезти могли отсюда. Тихо, 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 тихо. Смола нам может быть пригодится, хотя я в этом искренне сомневаюсь. Так, есть. Сейчас мы попытаемся в самое мать его днище уйти. Чи-чи-чи, жеврю, аккуратней. Удивительно. Достаточно удивительно, ладно. Удивительно то, что мы до сих пор не нашли эту самую пещеру. Будет то, если здесь нет пещеры как таковой. И мы сейчас просто в ядро вкопаемся и всё. О, плотничок. Хотите прикол? Я этот плотничок не могу прорыть с первым буром. Вот это приколяс. Я его вообще не коцаю. А можно его обойти попытаться? Вот в чём подвох пещер на данной шикарной планете. Ты в них можешь попасть. Только в случае, если у тебя есть минимум второй апгрейд бура, да? Окей. Окей. Да, 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 да. Здесь плотным слоем идёт. Другая порода. Возможно, есть, конечно, где-то переливание двух пород, где можно просочиться, так сказать. Но мне кажется, что проще просто сделать второй апгрейд бура. Ладно, не судьба будет нам маячок поставить. Хотя я был за эту идею. Ну, без маячка, в принципе, тоже выжить можно. Не первый день живём. Не первый день живём, ёппер сады. Что-то страшно. Что-то страшное вытворять. Бесконечный кислород. Бесконечный кислород. Вестёрочка. Ну, окей. Сейчас поафэкашим, тогда пусть оно потратит весь ресурс и будем текать. Так, я решил здесь оставить наш флюгерок и маленькие аккумуляторы. Здесь вроде ветерок по чуть-чуть появляется. Это, конечно, ничего нам не даст. Но, возможно, когда мы сюда вернёмся повторно, здесь будет ещё газ. Так, что мы имеем? Мы забираем с собой 7 единиц нужного нам гелия. К сожалению, нет метки, но я приблизительно запомнил, где находится эта точка. Так что летим отсюда спокойно. Если что, атмосферный этот конденсатор я перекрафчу уже дома. У нас, тем более, вроде запас азота и водорода достаточно большой. Я думаю, переживать не стоит. Так, луч сквозь тучи пробиваться. Точка под ним где-то находится. Окей. По центру. Самое главное, что мы не на полюсах, а где-то в центре находимся, и это запомнить. Там, если что, пару перепрыжек. И мы найдём то, что... Стоп. А что, Сильва такая голубая стала? Внезапно. Возвращай меня домой. По идее, вроде бы у нас все остальные ресурсы для наноуглеродика есть. Вроде бы. Но я могу ошибаться. Так, меточка, погнали. А по поводу бурок стоит, кстати, подзадуматься, да. Но самый топовый бур на машину он точно требует наноуглерод. А вот ручной модификатор я не уверен. Надо будет проверить, короче. Мы его даже не изучали, по-моему. Даже не изучали. Так. Товарищи, раз. Там у меня что? Там у меня херня. Так. Так, изучается здесь эта штука. Что у нас не осталось? Не, есть ещё что-то. Чё-то ещё есть. Сколько у нас сейчас очечь? 21 тысяча. Нормально идём, нормально. Так. Теперь начинаем эту самую боль. Идём в наноуглеродный сплав и смотрим. Нам нужна сталь. Расчёт делаем сразу на 2 единицы. Сталь это 2 железа, 2 углерода и аргон. Так, углерод 1, углерод 2. Железо, по-моему, у меня ещё осталось. Да, железо дофига. Раз, два. И аргон, аргон. Это у нас голубой, по-моему, газик, да? Ты аргон, ты аргон. Будем с тобой общаться. Так, аргон. Раз, два, три, четыре. Давай, дорогуша, 2 стали. Зачем же нам это всё? Вообще, надо будет проверить. Вроде бы, как раньше здесь был, по-моему, датчик, который отвечал за проверку напряжения. Я только не помню, где он и что он. Но что он есть, это факт. Это факт. То ли это разветвлитель, то ли какой-то переходник. Но, короче, через какую-то из этих чудо-систем можно было проверять поток энергии. Который проходит. Так, две стали есть. Дальше, что ты хочешь? Гели у нас есть, титановый сплав. Титановый сплав это титан, графен... А-а-а, графен, мать твою. Окей, графен. А графен, по-моему, требует гидрозин, да? Угу. Окей. Так, графит и гидрозин. Ну, давай тогда тоже по две, что ли, сделаем. У нас гидрозин вообще свободный есть? У нас один гидрозин остался. Так, дорогуша, тебя снимем. Тебя снимем. Гидрозин, гидрозин, водород, аммоний. Дорогуша, аммоний, ты у нас как раз простаиваешь уже, бог знает сколько. И водородец. Вообще, можем все пять сделать, на самом деле. Так, гидрозин, репит. Сейчас он начнет не туда напихивать, по традиции. Ну да ладно, мы заберем это все с собой. Давайте я пока все материалы буду здесь складировать. Следующий. Сделаем, на сколько хватит водорода. Его хватит на пять штук, да? Да. Короче, не буду я вас этим мучить. Сейчас у нас появится два наноуглеродных сплава. Так, и вот он момент истины. Титановый сплав, сталь есть, гели есть. Запускай, дорогуша. Вообще, на самом деле, это все можно автоматизировать. То есть, из склада забрать ресурсы, которые могут пригодиться в создании сложных ресурсов и сделать из них целую линию. Но, бляха, это будет извращение. Так, давай сделаю еще одну. И сейчас мы начнем плясать. Мне кажется. Так, это засоси назад. Давай сюда, здесь меняем рецепт. Сколько у нас осталось? Почему три? У нас было пять или у нас было семь? По-моему, у нас было семь. Окей, не имеет значения. За этим мы скоро придем. Так, ретежик. Ретежик, мой дорогой. Что ты еще требуешь? Он требует еще литий. И крафтится это все здесь. Литий, литий, литий. Выплеснись, пожалуйста. Мне одного ретежика пока хватит. Остановись. Мы, правда, беда, сможем его замерить только очень корявым способом, но... Лучше, чем ничего. Да, деточка, крафтя, крафтя. Так, а для кислородного? Вот здесь у нас что? Кстати, переключатель, удлинитель, разветвлитель. Нет, на них вроде нет компуктеров. Так, значит и здесь, да? Так, он стоит десятку. И крафтится в инвентаре. Ну-ка, ну-ка. Передвижной генератор кислорода. Скрафтся. Так, РТГшечка, вылазь. Вот она, дорогуша, готова работать. Так, генератопривод генерации, когда запущен, действует как передвижной источник кислорода. Мы его можем включить. Вот она в чем беда, он требует энергию. Сейчас проверим. Давайте немножечко изголодаемся по кислороду. У нас всегда так медленно уходил кислород. Или это условно медленно? Допустим, допустим, допустим. Ну вот, закончилось, запускаем. Я даже не знаю. Ну-ка, забери ячейку. Если соразмерить с тем, сколько у нас идет естественная генерация. Кстати, какого хрена у меня гидрозин тут? Требует... Ну, это, в принципе, логично, что он затребовал энергию. Но нелогично в том плане, что я не уверен, что мы сможем найти столько энергии. Если мы где-то запропастились, допустим. То есть, по идее, мы тогда должны с собой не фонарик иметь, а реально солнечную панельку маленькую и... Этот... Флюгер. Тогда, по идее, мы без кислорода сможем... Ну, давайте, условно половину. Пять единиц энергии уходит на то, чтобы получить полбака. То есть, десять единиц энергии. Что является полным нашим запасом энергии? Это является пополнение за счет генератора. Ну, я хрен его знает. Серьезно. Если бы у него потребление было ниже, возможно, это было бы полезным. С другой стороны, если у нас завалялся реально запас энергии, то мы можем смело взять и... Как он называется? Где у нас мелкие эти? По идее, я должен бегать теперь вот так. Чтоб стопроцентно иметь дополнительный запас. Не совсем то, на что я рассчитывал. Но и так сойдет. И так сойдет. Так, дружочек, ты сюда становись. Да твою мать... Во. Так. РТГшка, РТГшка. Как мы тебя можем проверить? Самым простым способом. Самым простым способом мы можем запустить, допустим, вот эту штуку. Отключив его от сети. Так, допустим. Дай мне сюда еще эту шайбу. Что нам не хватает? Допустим, нам не хватает кварца. Ну, вроде бы скорость работы изначально ниже. Хотя, вроде бы и вывозит. То есть он, в принципе, подает неплохой запас энергии. Я правильно понимаю? Теперь попробуем дважды запустить. Так, пошло замедление. То есть, в целом, для того, чтобы стабильно работал один прибор, РТГшки хватает. Но два начинает уже очень сильно замедляться. Это лучше было бы видно, на самом деле, через провод. Ну, ладно. Но сам факт ясен, что производство энергии присутствует, но без аккумов от этого толку особо немного. Особо немного. Вот, когда первый закончился, второй сразу же ускорился. Фига себе, как оно высасывает эту почву. Безбожно. Так, дорогуша, тебя возвращаем на позицию. А, даже так? Ну, давай так. Давай, только я ровнее поставлю чуть-чуть. У меня, главное, ничего не воруй, сволочь. Так, тебя пока отключаем. Подключаем к основной сети. Что я думаю? Я думаю, что имеет смысл запастись огромным количеством таких РТГшек. И как раз таки, с помощью вот этих огромных жбанов, амбаров, мы сможем обставить этими РТГ большие-большие площади. И это будет очень-очень полезно для нашей всей схемы. Но нужно понимать, что здесь есть нюанс, связанный с месторасположением аккумов. То есть, провода имеют определенную ограниченную проводимость. Соответственно, в местах, где будет большое скопление энергопотребляемых установок, там нужно будет иметь сразу же и большое количество аккумов. Вообще, можно скомбинировать. То есть, взять вот эту шляпу, вот такую, установить на нее 6 РТГ и 6 аккумов. И, по идее, все, что будет находиться на такой площадке, что бы здесь не находилось, ему будет хватать энергии. По идее. Но, опять же, ставить под каждую такой запас, дороговатенько выходит немножечко. Шушуть дороговато. Так, чтоб еще остались. Сколько уже? 13 тысяч. Нормально, возвращаем по чуть-чуть отчечь. Тут я все потратил, да? Да. Короче, результат-то, в принципе, ясен. Результат ясен-красен. Единственная проблема остается теперь в том, чтобы по факту получить все ресурсы в нужном нам количестве. Это нужно на каждой планете, где мы, собственно, колупались, выставить определенные добытчики. Либо будь то автоматический добытчик ресурса, либо будь то конденсатор. То есть, создаются небольшие сложности. Но это не критично, правда ведь? Это не критично. Ну и вдариться надо будет все-таки в автоматизацию, потому что у нас уже заготовки есть, три площадки есть, они только не доведены еще до ума. Ну и нужно будет просчитать, опять же таки, драговизну всего этого действия. Она достаточно велика. Достаточно драговизна велика. Ну и по хорошему РТГшку. Надо бы вообще сейчас слетать на тот же этот Артрекс и оставить там РТГ. Либо посидеть там с РТГ, повтыкать. Ну то есть, для того, чтобы мы запаслись этим гелием какое-то время. Так, ты ж гелий. Да. Запаслись гелием, чтобы я в нем не нуждался. Уже остальные ресурсы мы, если понадобится, будем за ними летать. Да, РТГшка. Ты где? Где я тебя делал? Это суперполезная штука на самом деле. Просто суперполезная. Мы можем, кстати, не выстраивать сложные базы. Мы можем просто реально прийти к тому, что гораздо проще просто летать на планеты с РТГшкой, АФКшить там какое-то время, собирать нужное число ресурсов и текать оттуда. То есть, не придумывать ничего. Но есть еще одна штука. Есть большой контейнер ресурсов. Я не знаю, сколько в него вмещается. Но так как он требует наноуглерод, я думаю, что вмещаться в него должно, ну, мягко говоря, до хрена. А, может, соточка, может, даже больше. И тогда с таким контейнером залетать на планету, про АФКшить, набрать ресурсов, в принципе, имеет смысл. Мне кажется, или мы сейчас пролетели в этом точку нашу. Ну, короче, мне кажется, что имеет смысл. В любом, в любом варианте я сейчас добуду отсюда гелий. Наверное, даже целый этот забью. Но, блях, это надо будет хорошенько по АФКшить. Ну, ладно, ничего страшного. Забью полностью контейнер гелия, направлюсь домой и оценю вообще ситуацию по ресурсам. Потому что за счет нашего нового способа складирования ресурсов достаточно сложно стало оценивать... Я кварт не взял, кстати, да. Ну, ладно. Достаточно сложно оценивать, сколько у нас есть ресурсов на данный момент. Нет какой-то сводной таблицы, понимаете ли. Соответственно, я это все добро соберу. Наверное, наделаю еще наноуглерода. Ну и дальше нас ждет, собственно, автоматизация. То есть мы должны будем удариться так хорошенько в автоматизацию, чтобы на базе как минимум переработка ресурсов не занимала у нас много времени. Я сюда высаживался? Нет, да? Скорее всего, да. Потому что здесь луч был только что. По-моему, да. Сейчас глянем. Да? Слушайте. Я сейчас подумал, что мимо, но нет. Не мимо. Так, дружочек, ты успел что-то добыть? Он успел целую единицу на ветре добыть, слушайте. Это неплохо. Так, ему, вероятнее всего, эта энергия не хватает, потому что аккумулятор не заряжается. Ага. Ага. Ага, ага. Так, переключись. А, вот почему было не пять. Все, понял. Так, и даже когда флюгер работает, это все равно недостаточное количество энергии. Да. Проблемка. Небольшая такая проблемка. Но в целом-то работает. Работает. Грех жаловаться. Просто надо хорошенько по АФКшить. Я думаю, это решит проблему. Сейчас мы, кстати, попробуем еще исправить ситуацию. Так, вроде бы солнце пробивается, но очень-очень-очень туго. Но этот направился, значит, он все-таки пытается найти. Найти солнышко. Так, сейчас я еще одно сделаю. Короче, я, наверное, здесь разверну базу. Ну, как базу. Чисто, чтобы панели поднаставить. Не более чем. Давай, 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 давай. Пасибочки. Так, малый принтер, организуйте. Малый принтер имеет большое преимущество, автономность. Так, и малый принтер может нам сделать что? Может нам сделать вот такую массипусенькую панельку. За одну единицу смолы. Так, где я пещеру копал? Вот здесь у нас и есть смола. Одна единичка. Вторая единичка. Этого должно хватить надолго. Мы сможем, наверное, чуть-чуть, чуть-чуть помочь. По-хорошему было бы просто взять целую панель свертельку. Ну, ладно. Это уже моя фантазия. Она далеко может пойти. Так, немножко энергии переманим. Ничего страшного. Кстати, солнечная панель сломалась. Я только сейчас заметил. Ей настал кирдык. Так, давай ты отсыпись. Понял, принял. Да, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Ну, когда есть полноценный поток энергии, вообще не проблема. Так, ставь сюда. Коннекция. Можем даже сделать вот так. Вот так. И, дорогуша, иди сюда. Еще одну панельку. И здесь я тогда смогу вообще освободить. И сделать навсос. Но он пока полностью все равно не заправить всоса не будет. Я так подумал, просто что мне АФКшить, втыкать, стоять. Тогда можно чуточку все по-другому переиначить. Так, ты становись сюда. Этот оставляем. У нас дома еще есть. Это я тогда заберу с собой. И все, оставим эту царцу. Пусть она здесь работает какое-то время. Мне пока есть чем заняться. У нас исследовательские материалы. У нас все это дело. Так что... Оставляем. Контейнер наберется. Нам пригодится сейчас еще наноуглерод вообще. Наверное, да. Значит, что давайте я сделаю. Чтоб наверняка. Так, забери сюда. Внутри десяточка. Отлично. Вы какая-то все добро. Так, куда же ты покатился? И останься здесь навсос. Все, я забрал с собой десяток газа. Нам, если что, этого должно хватить. А мы отсюда спокойненько валим. Генерация энергии в три способа. Два, конечно, из них не работают почти. Не столь важно. Так, забрали обратно генератор. Полетели. Пусть эта штука работает. Я думаю, что если я где-то через часик сюда загляну, то здесь уже будет ого-го сколько газа. Если все будет хорошо. Короче, ребятки. Мы в целом сделали то, что мы должны были. Мы сделали наноуглерод. Достаточно сложный в крафте ресурс. Но ничего страшного. Нас ждет сейчас самый вкусный эксперимент и в целом деятельность. Это автоматизация нашей шикарной базы. Я думаю, что она станет гораздо больше для того, чтобы все-таки учесть размеры нашего транспорта, который там должен будет, по идее, проезжать без проблем. И, соответственно, учесть еще и все нюансы, связанные именно с автоматизацией. Проблема это эти авторуки. Потому что они, а, медленные, б, у них есть свойство мешать. Они, становляясь на панельку, они немножко мешают как проходу, так и проезду. Но я постараюсь это как-то оптимизировать, чтобы это имело хоть какой-то смысл и не мешало нашему транспорту. Пока у нас полный срач на базе и его полностью надо пересобирать. Но это, в принципе, ожидаемо. Мы перешли в новый уровень ресурсов и, собственно, строений. Поэтому это было ожидаемо. Хорошо, ребятки, пока же сделаем с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте комментировать увиденные и, конечно же, нажимать на колокольчик. И мы с вами встретимся уже в следующем эпизоде. Всем пока-пока.